Девушки отдыхают 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 Я по-прежнему ощущаю силы зла И они недалеко Где-то в городе Это Королевский дворец Да, кстати, я тоже Так вот, как выглядит общение с Серафимом Кочка чокнута, которая болтает сами с собой Ты? Чё это за выродок? Уже следить за нами хрен знает сколько Я посланник советника Бартлоу из правительства Хайленда Я пришел пригласить Сарея на честное собрание за ужином в знак благодарности за его помощь озерному граду Ты следил за Сарафим? Ты следил за Сарафим? Ты следил за Сарафим? Куда идти? По дворец круглого стола Хорошо Передайте Бартлоу, что я принимаю приглашение Все-таки что-то случилось, что она не может Пожалуйста, не связывайся с советниками У меня такое чувство Такое чувство, что они источник зла Прости Мне мою слабость Не переживай Нам действительно надо узнать, что происходит во дворце Мы там раньше никогда не были Покажешь нам дорогу? Так же, как ты однажды указал дорогу мне Хорошо Так, район озерного города Благодать восстановлено Хранители Теперь можно открыть меню хранителя с любой точки сохранения Расположенный в местности, где есть хранитель Победа над врагом в такой местности повышает уровень благодати В зависимости от полученного рейтинга Рейтинг автоматически прибавится к уровню благодати Когда вы дойдете до точки сохранения С повышением уровня благодати вам станут доступны различные дары Прикольно Переход между точками сохранения Перемещение между точками сохранения Нужно оплачивать монетами О, господи, наконец-то Телепорты, они появились все-таки Мне так их не хватало, честно говоря Выбор даров Активируйте нужные дары Доступные дары зависят от уровня благодати Подношение Подношение приносит вам рейтинг Хорошо Что там дары? Дары Вы можете активировать дары, находясь во владении хранителя Если у вас еще не превышена максимальная общая стоимость даров Большинство даров помогают в бою При повышении уровня благодати, во-первых, появляются новые дороги Дары Во-вторых, увеличивается максимальная общая стоимость Чтобы повысить уровень благодати, побеждайте в битвах Отдых путешественников В области, где был задействован этот дар, появляется возможность путешествовать между открытыми точками сохранения Еще и ноль Замечательно Забрав сокровища, оставьте сундук Через некоторое время в нем появятся новые предметы Вообще-то, кстати, я заметила, пока бегала чуть-чуть, за кадром тестировала все это дело Смену этих серафимов Все такое, кстати, теперь так удобно их менять Вроде как я заметила, что Либо я пропустила пару сундуков Хотя я помню четко, как я их открывала Хотя, знаете, память такая штука То ли они сами по себе и так обновляются Так что, как бы, фиг его поймешь Ну, пусть будет, господи, все равно у нас особо выборов нет Так, предложить предметы какие? В смысле, а, подношения Ну, не знаю, даже хочешь флакон жизни, нет, жирно Ромашка Ну, яблочное желе, штучки две можно До следующего уровня 43,60 Подожди, шалф Вот травы, кстати, выгоднее раздавать Но, правда, они и редко находятся Подожди, ну-ка еще разок Ага То есть охренеть, сколько нужно подношений сделать Так-то на секундочку Чтобы повысить уровень благодати Что тут? А в данный момент перемещение между точками сохранить невозможно Ну, понятно, потому что мы не около точки стоим Так, ну я вроде включила, да? Хорошо, использована святая вода из водопада Получен озерный град, подтверждение в остальном, хорошо Эм, что ты мне скажешь другой? Мне ухранитель поговорить Привет, пастырь Надеюсь, твои странства проходят хорошо С радостью сообщаю, что премер заходит сюда вот довольно часто Мы не успели отойти Он уже заходит сюда часто Не бойся, моя вера в святую воду никогда не пошатнется Меня больше волнует твое благополучие, добрый пастырь Будь осторожнее во время посещения дворца Канцлер Бартлоу Как известно, слишком уж хорошо преуспел На поприще безжалостных политических игр Слушайте, мне очень нравится вообще мир этой игры Вот прям до одурения Потому что вот как они все связали, да? И молитвы, как бы Богов сменили именно вот этими Серафимами И вроде как это обретает какой-то смысл Но просто это, блин, я не знаю Это классно Просто, ну, боги обычно сидят где-то там наверху За всеми этими наблюдать Светилищами сложно Хоть и даже для богов Не знаю А так Серафимы вроде как Ну, я не знаю Как-то все это так здорово переплетено Мне очень нравится Ну что ж, пора заняться подношениями А ты полна энтузиазма Еще бы Ведь благодать вернулась в озерный град Осталось только ее как-то сохранить Нужно сделать для этого все возможное Ты права Лишь каждодневное внимание способно сохранить благодать Ладно Не будем пренебрегать и своими подношениями Усилив благодать, мы поможем и себе тоже Интересно, ему понравятся рисовые шарики? Как в книжке Твое подношение рисовые шарики? Не помню, я такого в небесном писании Да нет же, это была книжка с картинками Маленькая девочка побежала за укатившимся рисовым шариком И встретилась с Серафимом Когда я была маленькая, это была одна из моих любимых историй Вот я и подумала Я должен был догадаться Это так на тебя похоже Ему понравится, не сомневаюсь Люди не часто приносят дар рисовые шарики И самые искренние чувства Надеюсь То есть, как вы видите И подношения имеют смысл То есть обычно, ну спрашивайте Нахрена бога мог хавка, да? Ну и всякое разное такое А тут, видите Подношения имеют Вид, скажем так Именно таких Ах, черт Предметов, которые хранят в себе Людскую вот эту вот Веру Надежду Веруюают И самые светлые чувства Подожди. Он же тут. Отправитесь в дворец круглого стола. Иду, иду. Пускай будет так. Жим. Сейчас будет, наверное, очень важный сюжетный, серьезный диалог. А может быть... Я не думаю, конечно, что на нас прямо сейчас напрыгнуть в этом дворце. Потому что все-таки это будет слишком палевно. С чем это связано, господи? Мы раньше тут бегали нормально, помните? Я серьезно. Это не я. Это не мой компьютер. Моя детка со всем справляется. Это что-то неправильное. Ну ладно. Здрасте. Что это значит? Простите, госпожа Алиша. Не признали. Господин Бартло приказал пропустить в пастыре Сарая. Он не говорил, что с ним будет кто-то еще. Ой, господи. Ну, твари какие. Я вас светлась, господин Бартло. Сейчас принимает гостя. Прошу, пройдите со мной в комнату ожидания. Сюда. Все-таки, что же тут произошло, почему принцесса, как бы вообще, как бы и не принцесса. Ее так, чисто условно называют ей, но так-то право она как-то особо не имеет. Она даже не в замке, не во дворце сидит. Она сидит в каком-то замке. Ой, во дворце. Ну, в смысле, вы поняли. В поместье в каком-то левом. Так, кстати, красиво тут. Пафосно так. Простите, а где у вас туалет? Я так долго шел? Так, туалетный юмор. Ну, очевидно, что нам туда, да? Что это за место такое? Эй, куда ушел? Подождите, сударь. Подождите, я не поспеваю. Не могу, это походка. Убивает меня просто. Подожди, а что там? Какая-то очень подозрительная дверь. Думаю, пока лучше дело, что говорят, не время проявлять характер. Только больше навредим Алишу. Да ладно, подожди ты, господи. Да, так и есть. А где голоса, кстати? Куда они делись? Ле, ну. Да господи. Пожалуйста, проследуйте в зал ожидания для гостей. Ага. У нас тут еще запрут, небось, еще что-нибудь с нами неприятное сделают. Прошу подождать здесь. Пока, что. Ну ладно. У меня здесь точка сохранения. Если что, я могу телепортнуться. Не обманьте. Политика быстро портит людей, которые ей занимаются. Ах, если бы все были такими же чистыми... Такими же чистыми, как Алиша. Это книга. Парит в воздухе. Ладно, неважно. Будем считать, что мне показалось. Да, это книга. Парит в воздухе. Что? 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 Где что тут есть? Что ты увидел? Что? Ого. Это целая куча книг. Да. А чего ты ожидал? Это же Королевский дворец. Тут целая коллекция редких, ценных книг. Многие из них посвящены истории и древним религиям. Ааа. Не выйду отсюда. О, у этой книги любопытное название. Безумные крики любви. Это что, сборник стихотворений? Давай глянем. Эй, тише. Со стороны вы сказали, что вот эта книга парит в воздухе. Не волнуйся. Лишь что-нибудь придумает. Ой, да. Давай сюда, я подержу. Очень понятненько говорит. Ода юношеским страстям. Одинокий глаз, возносящий любовь и тоскок к небесам. Не сомневаясь, что через десять авторов посчитает свое творение, ему будет стыдно. Тут сплошные эмоции. Так вот, почему у нас ранее было слово «безумные». Правда? А мне понравилось. Правда. Сарей, это только из-за того, что ты такой по своей природе впечатлительный. Так вы все в порядке? Вы как будто не в себе. Здесь, конечно, иногда странно переведено в диалоге. Какая-то наркомания получается в итоге. Приходится так немножечко слушать именно японскую речь и иногда примерно представлять, как там на самом деле говорится. И то не всегда получается. Все-таки я японский язык не знаю. Приходится так по знаниям полученному за ним и кое-как что-то где-то вылавливать. Нам лучше отдохнуть, пока еще есть возможность. Похоже, дела скоро примут плохой оборот. По крайней мере, тут есть что почитать. Ну, да. Канцлеры, окружающие юного короля, не особо принимают меня в расчет. Думаю, что как раз у меня... Что раз у меня не слишком большой шанс унаследовать трон, то и в политику мне лезть нечего. Прости мне, я не хотела тебе навязываться. Господин Бартло, готов вас принять. Пожалуйста, в зал круглого стола. Пожалуйста, подождите здесь, принцесса. Почему? Нам сказали, что вам переданы другие указания. А Марлинде? Да. Пожалуйста, подождите здесь. Хорошо. Алиша? Это касается одного незаконченного дела. Прости, но я все же должна остаться. Сюда. Я пройду в зал круглого стола. Ну ладно. Ничего, ничего, со мной это Серафима. Правда, нет, один только в бою сможет участвовать, потому что... Нужно, кстати, решить... Оно специально оставили ее там. Опять это в походке. Подожди, надо... Я не могу выйти в меню. Скорее всего, да. Зло по-прежнему здесь. Короче, это самое. Не могу Серафима сейчас поменять. К сожалению. Просто раз у нас... Алиша отвалилась. Мы не сможем в бою, во-первых, с Серафимом поменять. Нам нужно выбрать какого-то одного. Если сейчас будет что-то неприятное. Я не думаю, конечно, что на нас сейчас... Атака посыпется какая-то. Но, знаете, мало ли. Нужно быть бдительными. Господи, как ты медленно идешь. Мне нравится, что здесь много синего. Я люблю синий. Даже наша форма как-то подходит. Точнее, изначальная одежда. Кстати, да, у нас изначальная одежда синяя. Это вообще, по-моему, прекрасно. Люблю синий. И белый. А у нас синий-белая форма. Синий-белый-черный. Вообще идеально. Ну что, можно? Эй. Ну что такое? Канцлер Бартлл вас ожидает. Пролейте через эту дверь в зал, пожалуйста. Я не могу. Угораю я с этой походки. Слишком много дверей. Нахрена им такие большие помещения? Деревенский житель ничего не знает. Простите, что заставил ждать, добрый пастырь. Прошу, присаживайтесь. Пирог отравлен. Не волнуйтесь. Клянусь, он не отравлен. Мы просто решили познакомиться с вами поближе. Позвольте представить. Это военный советник Матиас, командующий Королевской Армией. Это профессор Саймон. Он следит за правопорядком в Хайленде. И архиепископ Натаниэль, священнослужитель Королевства. Посмотрите на эту продажную рожу. И, наконец, тот, кто говорит от имени самого Короля. Бартлоу. Я Сарей. Большое спасибо за приглашение. Нам надо многое обсудить. Осторожней, Сарей. Надеюсь, ты не решил, что можешь им доверять. А он действительно храбр. Либо так, либо он просто необыкновенный простак. Как же вкусно. Хотела бы я, чтобы Алиша тоже это попробовала. Вы не против, если я спрошу? Почему вас... Что связывает вас с госпожой Алишей? Мы друзья. Она позвала меня сюда, в большой мир. Может, хватит ходить вокруг Далку? Говорите правду. Они намекают на то, что вы с Алишей используете друг друга и вместе вынашиваете какой-то зловещий план. Я не использую Алишу. Пастырь никогда так не поступит. Ого, неужели? Не знал. Честно говоря, я никогда раньше не встречал пастыря. Значит, они сомневаются в тебе. Я так и думал. Не хотите, не верьте. Мне все равно. Что ж, она мне все равно. Будет настоящий скандал, если окажется, что королевская семья ради дешевой популяристи покровительствовала пастырю-самозванцу. Осторожно. Так вам нужно доказательство, что я настоящий пастырь? Представляю, если не так важно, настоящий ли вы пастырь или просто мальчишка в глупом костюме. Люди все равно принимают твою сторону, а вот это уже проблема. Люди всегда стремятся к чудесам. Они верят в какое-то чудесное спасение и ищут легкий способ исполнить желание. Это так. Во все времена пастыри страдали от того, что люди возлагали на них слишком большие надежды. Простые люди глупы и трусливы. Это неприятное наблюдение, зато правдивое. Но дело в том, что именно по этой причине ты нам нужен. Я? Но почему? Буду откровенен. Мы просим тебя работать на нас, пастырь-сарей. Мы хотим, чтобы ты, пастырь, защищающий Хайланд, придал новых сил нашему народу. Укрепи его дух. Все эти нескачаемые бедствия здорово подорвали настроить жителей города. Это очень невыгодно совету. Невежественные столопы. Именно сейчас, когда мы на грани войны с Роландсом. Разумеется, мы тебя щедро вознаградим. Это твой шанс. Я слышал, ты интересуешься древними руинами, правильно? Кинул мне какую-то, блин, мелочь вообще. Я в бою больше зарабатываю, дебилы. Прими нашу сторону, и мы обеспечим полный доступ к архивам и древностям. Звучит отлично, да? Тебе незачем объединяться с принцессой Алишей. Она уедет в Марли, в город, где бушуют эпидемии. Отправили ее в чумной город. Как удобно, правда? Ее отправляют в чумной город? Конечно, даже наша отважная принцесса-рыцарь поймет, что она не всесильная, оказавшись в таком ужасном месте. Хотя, разумеется, если болезнь поразит ее, думаю, у нее появятся более серьезные заботы. Это блюдки. Что скажешь, пастырь-царый? Тут и думать не о чем, верно? Я отказываюсь. Черт. Похоже, они не из техски, можно просто встретиться и все обговорить. Так, наверное, даже лучше. Гордые слова ложного пастыря. Вы с Алишей и Опа узнаете, что бывает с теми, кто идет против нас. Постой. Что, черт возьми, происходит? Почему в дворце вооруженная стража? Приказ господина Бартлоу. Морд Бартлоу, что все это значит? Немедленно отзовите стражу. Хороший замок, но нам пора. Идем? Хороший замок, точнее. Идем, Алиша. Я могу исполнить свои мечты без вашей помощи. Алиша тоже. Это правда. Смерть ложевому пастырю, обманывающему народ. Отступи, Алиша, или пострадаешь. Давно вопрос. Кстати, да, мы теперь не привязаны к линии, на которой стоят враги. То есть вперед назад мы теперь полностью свободны. Можем двигаться по пути. Сарай стал слишком сильным. Да что это он не слишком сильным? Все равно мы нормально, как надо. Вон она. Пошли вон. Эть, эть, эть. Сарай, послушай, тебе нужно немного сдерживать свои силы. Не думаю, что у меня получится. Так дальше нельзя. Это сила. Неужели это правда? Господин Бартлоу, мы забудем об этом происшествии. А в Завенном вы больше никогда не будете угрожать пастырю. Понятно? Это невозможно. Из-за него в Королевстве начнется переворот. А если каким-то образом она кажется в руках людей из Рованса? О, господи, что это? Не круто. О, гильдия убийц. Сейчас его угрохот, да? На твоем месте я бы больше волновался за собственную шею. Кто ты? Ломанные кости. Убийцы. Да. Этот человек обратился к нам. Он хотел, чтобы мы убили принцессу. Ты хочешь сказать, что я господин Бартлоу хотел убить Алишу? Не говори глупостей. О чем ты, глупец, говорит? Он назвал нас лжецами. Убьем его. Достаточно. Остановитесь. Умоляю вас. Этот человек нужен Королевству Хайлэнда. Нужен Королевству Хайлэнд. Ты именно такая, какая я должна быть. Слушай, Бартлоу, это очень внимательно. Мы не совершаем позорных убийств. Уяснил? Почему? С ним все в порядке. Они его не убили. А вы не простые убийцы, да? Я удивлен, что они смогли пробраться во дворец. Задержать их! Это заговорщики! Плохо дело. Благодаря тебе мы справились быстро, и никто не пострадал. Вот твоя награда. Следуй за нами. Что? Результаты боя. Зашибись. Так, тут ничего нет. Хоть с ним перетереть. Нет, прежде чем бежать. Это безумие. Такую мощь обязательно нужно обуздать. Ради Хайлэнда. Хайлэнда. Увеличительный Серафима, прошу вас. Оградите вашего покорного слугу от творящих зло. Сами зло творят, главное. Пастырь, ломали кости. Вы все заплатите за сквернение дворца и проявление неуважения к королевскому совету. Ну, ну, конечно. Думаю, не надо прилечь. Самый разумный человек. Ладно, сохранимся и бежим. Куда они меня ведут? Интересно, что они мне хотят показать? Кто они такие вообще? Ну да. Этот дворец был слишком большой. Для того, чтобы просто пройтись по нему. Будем прорываться. Нельзя, если я использую свою силу, они могут погибнуть. Скорее, сюда. Эх, сарай, пацифист. Яблачное жалею сейчас очень вовремя. Ну ладно, бежим, не будем их убивать. Не хочу их убивать. Бегу-бегу, стой, подожди. Матэкорэ! Эх, слушайте, здесь дверь эта открывающаяся, да? Нет. А что это такое, что здесь зеленые хрени? Эй, сюда можно зайти. А почему? А что там? Не зря же они открыты. Можешь посмотреть, что тут есть. Очень вовремя, конечно. Будем считать, что мы заблудились. А почему здесь открыты? Почему сюда можно зайти спокойно? Здесь что-то есть? Вроде так, посмотришь, нету, да? Так, вроде за мной не бегут. Сейчас протестируем эти двери. Сейчас мне интересно, почему они открыты? Именно тогда, когда мы убегаем. Может быть здесь в одной из этих дверей что-то есть? Но сохранение как бы нахрен нам не нужно. Хотя нет, стоп, его можно активировать просто. Чтобы, если что, потом когда-нибудь сюда тупо срепортироваться. Нужно для этого сохраниться, именно чтобы его активировать или нет? Ну, проверить никогда не помешает. Так, что же тогда это за двери? Зачем они тут такие? Просто странно. Как-то сохранение тут как-то не особо нужно. Странно немножко выглядеть. Не знаю, непонятно. Ладно, будем считать, что мы забежали сюда, чтобы проверить, есть ли тут заложники. Ну вот, эта дверь как раз. Что-то вместо подвал. О, как. Может быть, эти ребята, они... Остальное мы поручаем вам. Что? Что? Мне, кстати, почему-то кажется, что эти ребята, они, возможно, как-то связаны с той торговой гильдией. Помните, ребятки такие были, которых мы вначале с повозками встретили. Потому что, ну, они какие-то такие, знаете, необычные ребята. Я совсем-совсем не удивлюсь, если они связаны между собой. Вполне возможно, они хотят именно вернуть прежнюю власть. Власть короля и власть принцессы или что-то такое. Потому что, видите, они ее защищают. Это как-то... Может быть, они посланы как раз-таки истинной властью. Кто бы мог подумать, что в кухне есть такой проход. Разве мы были в кухне, когда мы сюда попали? Это была кухня такая? А-а-а-а... То самое... Нет, это немножко другое место. Удивительно, что ломанные кости знали об этой дороге. И все же слишком много усилий, чтобы просто передать послание. Ну ладно. Так, я, кстати, подумала, что имеет смысл, знаете, как делать. То есть, видите, у нас здесь янтарный меч до максимума прокачан. Этот янтарный меч я специально купила, чтобы его тоже прокачать до максимума. И чтобы потом их объединить. То есть получится такой мега-мега меч. Я не знаю, влияет ли это... Как бы это выразится-то... Просто видите, вот эти комбо-плюсы у ММ, они вроде в каких-то моментах появляются, да? Когда прокачиваешь навык владения мечом, или меня наркоманит сильно. В общем, что-то... Просто, чтобы, знаете, мощнее оружие получить в итоге. Как-то так. Поэтому у меня сейчас ребятки немножко с новым оружием сидят. Так, что ты... Может, продать какую-нибудь такую фигню совсем-совсем не нужную? Фруктовый лед. Что он делает-то хоть? А, восстанавливать всем исходные ОСД. Де? На 10? На 10. Ну, пока я не буду, наверное, ничего с... Да, это как-то подозрится, сейчас дверь как-то закроется. Но вроде нет. Так, подожди. Ничего. Так, вот, пойти сперва сюда определенно. О, какая-то там... Что это? Враги новые, ура! Похоже, это свинья, но раньше она, видимо, была человеком. Вот ты хоть Серафим, если только и делать, что есть... Поспешнее же людей насмышишь, сейчас не о шутках говорю. Пончик. Санцы такие вкусные, особенно после боя. Ну да. Сила духа. СД. Преимущественно высокий СД. Вы получаете меньше урона, вероятность эффекта выше в несколько минут. Более быстрое восстановление СД. Будьте внимательны и помните, что нужно отдыхать от атак. Это удобно делать после комбо, когда врагу атаку продолжают ваши друзья. Ну это да. Ладненько, давайте, на самом деле, здесь остановимся. В следующей серии уже двинем дальше, потому что... Эта серия будет у нас такой, посвященной исключительно дворцу. В следующей уже будем бегать здесь. И смотрите, это место заражено злом, потому что здесь опять эта черная хрень летает. Вот, в общем, надеюсь, что вам понравилась эта серия. И если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, зовите друзей, оставляйте комментарии. До встречи в следующей серии. С вами была Сэвен. Всем удачи. Пока-пока.